Добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Я сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная тряда продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. РФ тренируется заводовати масовных ядерных ракетных ударов. Військовые КНДР уже на Курщині. Но еще Путин снова чергово начал лякать свит ядерной оружией. Про это не только говорим сегодня с паном Романом Святаном. Пан Роман, рады вас вітать. Уважаю всем, дорогие. Традиционно, перед темой, как начать нашу с вами разговор, мы тут традиционно возвращаемся к нашу с вами аудиторию. Прошу поставить цьому відео лайк на аппарат, если не понравится, в кінці забирайте також прямо зараз. Напишите коментар, звідки ви нас дивитесь, ваша страна, ваше місто. Мы все бачим, все читаем. И також, если у вас есть вопросы, до пана Романа, обязательно пишите его в чате, потому что мы его сможем поставить и в прямом эфире. И також, напишите, что у нас есть традиционное опитывание в нашему чате под этим стримом. А сьогодні опитывание наступное. Чи спроможне РФ завдати ядерного удару в рамках навчання? Відповіло на це питання майже 500 людей. 47% вважаю, що так, 53%, 54% вважаю, що ні. От прямо зараз проголосуйте, якщо ви цього ще не зробили. І, пан Романе, почнемо з тих заяв диктатора Путіна, безглуздих. Але все одно мимо це обговорити, спитати ваші думки. Путін сказав наступне, що будуть пуски балістичних і крилатих ракет в рамках навчання і застосування ядерної зброї. Про це сьогодні сказав диктатор. Пан Романе, як ви сприйняли такі заяви? Тут також питання, на кого вони спрямовані і основне для чого? Ну, це ж путінське примерне выраження. Мир в пыль, а ми в рай. Ну, вот примерно так. Це він пугає більше, наверное, россиян. А примененням ядерного оружію, тому що це якраз приведет к тому, що мир в пыль, а россияне в рай. Вопрос, в рай или нет, це вже не їм решати. Ну, не Путину, так це точно. Кого там две трети ватт отправят, а может быть третий россиян в рай как-то і попадуть, проползуть, по крайней мере, розказувая, що донатили на ВСУ. То есть, по большому счету, эти посылы в основному именно для внутреннього потреба. Такого уровня посылы где-то 95% для того, щоб як-то приспокоїть россиян. Пашу не все так хорошо у Путина, раз он северокорейских солдат отправляет на уже защиту российской земли. То есть, они даже удержать курдское направление не могут, уже привлекают этих чахлыков, невмырующих северной Кореи. Ну, а именно использование ракет, особенно баллистических, во время проведения учений, скорее всего, говорит о том, что наконец-то они откопали ту угробленную последним пуском Сармата шахту, восстановили ее, ватнули туда еще одну ракету, скорее всего, с такой же самой целью, опять ее взорвать. То есть, баллистическая ракета, которая должна была прийти на смену в воеводе, это Р-36М2, кстати, украинской разработки и производства Днепровского Южмаша. То есть, они ее не сделали и вряд ли ее сделают. Из семи пусков шесть взорвалось практически либо в шахте, либо сразу после выхода, а седьмая ракета куда-то улетела. Вопрос просто никто не знает, куда, найти не могут, в какую сторону ее понесло. То есть, вот это сейчас восьмая ракета, которую они должны были запустить в течение сегодняшних проведения КШУ, командно-штабных учений, так называемых, по ядерному сдерживанию. Ну, посмотрим, я думаю, в течение нескольких дней эта информация выйдет уже наружу в испытаниях этого Сармата. Ну, а некоторые другие виды вооружений, допустим, крылатые ракеты, они, в принципе, могут использовать и в режиме учений в том числе. Но надо быть аккуратным, конечно, особенно нашим партнерам, натовцам, то есть, и в том числе и Кореи, Южной Кореи, Японии, не просто так сейчас Северную Корею, россияне накачивают определенными технологиями. То есть, надо быть аккуратным, внимательным ко всей территории, ну и, естественно, разведкой работать по отслеживанию команд на применение некоторых видов вооружений, и в том числе, кстати, ядер. Ну, то как раз, пане Романе, ЗСРФ тронулиться завдавати масованого ракетного ядерного удару відповідь на ядерний удар противника, ймовірного противника, про це запевнив Міністер Смерті, тобто оборони РФ Білоусов. Ми зараз покажемо яскраво відео про панельське і перейдемо з вами до обговорення. Боєвая тревога, ракетна атака, ракетна атака, ракетна атака. Тривой коз, 320, залишається. Есть БП-26, есть КПЗО. Есть БП-25. До старта 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Есть старт ракеты? Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8. Тут, пане Романе, здається, чи Ярси, чи Сармати запускали, але все одно ми знаємо, що вони не долітають глобально за територією Росії некуда. Але все-таки з військової точки зору та технічної хочу вас попитати, якби ви оцінили ці навчання та загальний рівень ядерної зброї на Росії, який він зараз, чи дійсно в разі потреби Росія зможе запустити хоч щось, хоч кудись? Ну, скорей всего, Сармат, шахтный пуск. В основному Сарматы выходят от 200-тонна ракета, 9 тонн практически боевой части до 10 тонн. Но вони пытаються її, по крайней мере, по двоєводу, зробити. Тоже пытались, как минимум, выполнить так называемый минометний старт, то есть когда ракета выбрасывається із шахты, а дальше уже маршовий двигатель запускається в воздухі. Іменно це і не відбувало. Ну, в цьому в цьому в цьому що-то їх там дірнуло, може бути, дійсно, як минимум, сработав такого роду пуск. Ну, посмотрим, ще раз повторюсь, в течіні суток асинт-аналитики чітко покажуть, як яку із шах разворотило тем же Сарматом, а там дальше уже, исходя із возможностей росіян, будемо определять дальніший їх відставшийся потенціал. Це, як минимум, ну, ще раз повторюсь, вот такі кадри, які відснюються спеціально для інформаційного потока, вони для внутріннього потребління, для того, щоб приспокоїть росіян, які зараз, ну, слишком возбудились в останнє час, особливо понимають, що впереди їх ждет, ну, серйозне потрясення. Причем уже после особенного влечення северокорейців в этот круговорот военний, вони прекрасно понимають, що не тільки на Курщину можуть зайти війська противника. Раз полезли северокорейцы, то, скорее всего, в ближайшее время там і в Владивостоку можуть кое-как достатся, так як по Северной Корії, як минимум, работать будуть наші розвідки, уже непосредственно по території, ну, а помогати будуть не исключаю по помощі японців і южнокорейців. Іменно в такій роботі, ну, а Росія ж, естественно, недалеко, він там пимпочкой маленькой граничит з Северной Корією, тому може і їх зацепити. Посмотрим, ще раз повторюсь, здесь є така надежда на те, що ця ескалація затронет сейчас не тільки Україну, а именно всю Росію, причем з запада до востока, з Калининградської області до Владивостока, з Курска до Сахаліна, то есть будуть подключені, особливо с внутренним потрясінням, будуть подключені і от республік Северного Кавказа, ми це вже зараз видим, ці внутрішні розбірки, до Якутии, по большому счету, якуты можуть також подумати о воссоєдиненні з Аляскою і переході в Соединенні Штати Америки. Большой вопрос по поводу принадлежності Аляски к іскусно-русським зелям. Там можна говорити о Якутиї, як країна, верні, вже можна говорити як о країна, о республіці, о республіка Саха, яка може присоединиться до тем же Соединенні Штатами. І це все росіяния чуствують на себе, тому їх намагаються, москвичі, мобльовські, їх якось приобадрити, от якого роду показами інформаційного потоку, показами такого відео. Також ми, пан Роман, нагадуємо наші з вами аудиторії, що під стрімом в чаті є опитування, чи спроможне РФ завдати ядерного удару в рамках навчань. Проголосувало майже півтисячі людей, відповіло 42% людей вважає, що так, можуть, і 58 – ні. От прямо зараз проголосуйте, також напишіть коментар, що ви думаєте про ті навчання, ядерні, які зараз відбуваються на території тимчасової Росії. І також не забувайте писати свої міста, країни. Ми все бачимо, все читаємо. І от, пане Романе, в продовження теми ракет про Зеленській секретній частині свого плану міг просити ракети «Тамагавк» з дальністю 2400 кілометрів. Це в сім разів більше за дальністю ракети «Атакамс». Про це я пише американське видання. І тут високопоставлено американський чиновник назвав таке прохання абсолютно не здійсненою вимогою. Хотілося б почути вашу реакцію на такі повідомлення, чому вони на фоні того, що Росія проводить ядерні навчання, з'являються західні пресі, наскільки дійсно ракета «Тамагавк» вона в рамках того, що ми маємо, вона дійсно може бути ефективною? І про «Атакамс», і про «Атакамс», і про «Атакамс», і про «Стромшеду», про «Скалпи» ми слышали о том, що це невиполниме требування чи просьба, тому давайте не будем впереди паровоза біжати. «Тамагавки» – вполне реальний механізм передачи і запуска в тому числе, особливо наземного, там просто нескільки варіантів пуска, воздушний вряд ли у нас получится, для этого надо определённый носитель, у нас їх нет, морський тоже носитель, у нас не буде носителей, которые могут «Тамагавки» запускати. А вот некоторые механізмы запуска наземного пуска – це практично те же морські контейнери, пускові, які просто располагаються на земле, «Тамагавки» можна буде запускати, по большому счёту. То есть механізм запуска, он в принципе возможен, вплоть до того, что с тележек запускать. А реально эти ракеты крылатые, которые могут проходить действительно в районе 2000 км, там плюс-минус 400, в зависимости от модификации, они им однозначно нужны для того, чтобы уничтожить российские военные заводы на Урале. Уральский «Уралгавовагонзавод» и там около десятка минимум больших заводов, которые производят, военных заводов, которые производят технику для российской армии, их надо однозначно уничтожать. Не только логистику уничтожать, ещё и производство, причём надо доставать до Урала. Ну а это в районе 2000 км от нашей границы. Крылатая ракета – это один из вариантов уничтожения, причём, я скажу так, не очень удачный. Почему? Потому что мы практически все российские крылатые ракеты дозвуковые уничтожаем. Если есть достаточная плотность ПВО, то крылатая ракета – это хорошая цель. Она же не маневрирующая. Как бы она там ни шла, но ей тарахтеть, допустим, тому же «Тамагавку» тарахтеть до Урала два с половиной часа с Украины, в зависимости от точки пуска. За два с половиной часа полёта на дозвуковых скоростях, да её не один раз могут сбить. То есть для нас «Тамагавка» это может быть как один из вариантов, а реально нам надо ракета, а оптимальный вариант – это как раз баллистические ракеты с дальностью пуска, допустим, до двух-трёх тысяч километров. Мы их производили и оперативно-тактические, и в том числе стратегические ракеты. «Сатанаж» – это украинская ракета, и «Сатана», и «Воевода». Это всё украинские ракеты Р-36М, Р-36М2, которые СС-18 – это «Сатана», которые мы производили. Вот сейчас почему у Путина ничего не получается с заменой «Воеводы» Р-36М2? Потому что они не могут воспроизвести её ни двигатель, ни пусковую установку, шахту, то есть миномётный пуск. Это всё большие проблемы для российских спецов военных, для инженеров. И Сармат у них так и не пошёл ни в Сирию, и разваливается практически на старте. А мы это всё производили. От дальности «Воеводы» до 16 тысяч километров забрасывал на 10 тонн боевой части. Это «Привет Пхеньяну» называется, Ким Чен Ину. То есть для нас важно восстановить, самим восстановить эти технологии и хотя бы 2-3 тысячи километров доставать баллистическим оружием. Посмотрите, как это сделал тот же Иран. Под страшнейшими санкциями, без денег, без ничего. Но они создали несколько сотен ракет, которые заходили на Израиль, и Израиль практически ничего не смог сделать. С Петриотами, ТАДами, что они там ещё разворачивали у себя, Хец-3 и так далее, и тому подобное. И за атмосферный перехват опрошли несколько десятков ракет, и причём довольно-таки серьёзные, принесли серьёзные разрушения. Потому что баллистика именно для нас очень важна баллистическая компонента. А ракеты мы эти делаем, я уже сказал, что мы уже даже делали межконтинентальные. Пане Романе, по тим критичным материалам, которые сейчас продолжают являться в Захидной прессе, The Economist пишет про то, что Соединенные Штаты не сможут больше надавать військовую допомогу Украине без приняття на себя серьёзных рисков в других местах. Вот такой материал появляется. Тут автор вказа посыланное на джерело в оточении президента Соединенных Штатов. Идется про то, что Украинская армія страждает от великих втрат. То, как Россия зештовывается с экономическими проблемами, но продолжает мобилизовать новых солдат. Тут хотелось бы почути ваше розъяснение, про какие риски с боку Украины все-таки идутся на думку видения The Economist. Чи не считаете вы это подготовкой до возможной победы Трампа и возможного сокращения поставления оружия для Украины? Это может быть просто прощупывание ответной решения, не более того, подготовка информационная подушка так называемая или просто один из хайповых заглавий или там с определенной дачи информации не более того. Из фактажа, который по крайней мере есть, исходя из тех запасов и возможностей военной машины американской, ну уж точно им ничего нигде не грозит. Но у них в запасах тысячи единиц техники, которые еще с прошлого тысячелетия накоплены стоят. Достаточное количество боеприпасов для выполнения задач и на земле в том числе. Но основная компонент это же ракетные авиационные. Авиационные ракетные компоненты, которые практически не используются сейчас на данный момент на нашем театре военных действий. ни в 16-х мы не видим, ни Джазма мы не видим, ни большого спектра номенклатуры, только и в 16-е 120 номинований боеприпасов может нести. То есть, где это, кто использует? Ну, понятно, что нет. Мы сейчас выгребаем по большому счету те средства поражения, которые использовались в прошлом тысячелетии в окопных войнах. Вот только томогавки просим ракеты, а не топорики индейские. Надо четко Байдену это, кстати, подчеркивать. Мы о томогавках говорим о ракетах, а не в музейных экспонатах. Потому сейчас мы получаем практически, ну, единственное, что еще те же луки, стрелы нам не привезли, они тоже еще там где-то есть. Все старое, то есть, то, что уже использоваться никто никогда не будет на поле боя. Окопных войн нигде не будет. Это уже показала еще даже вот 30 лет назад война, в Ираке 1991 года буря в пустыне. Авиационные компоненты основной механизм нанесения ударов, либо ракетные компоненты, дальние удары, это то, что Иран, кстати, продемонстрировал. Ни одного иранского солдата не погибло при нанесении боевого поражения по израильским аэродромам. Ну, то есть, вот этот механизм будет использоваться. А где здесь американцы потратились, я бы так сказал? Тут эта утилизация проводится старого вооружения прошлого тысячелетия, утилизация на нашей земле, на моей земле Донбасса. Донбасс выбран вот таким полигоном для утилизации старых механизмов, а еще и за это кто-то денег хочет получить. Ну, вот примерно так это выглядит. Поэтому бильд, бильдом, рёбки, рёбкой нам свои рубить в этом смысле. Оптимальный вариант, конечно, производить всё самим, запускать определенные механизмы производства и опираться всё-таки на наших соседей, европейцев. Это оптимальный вариант. Американцы хорошо, помогут, хорошо, а будут заниматься ровом с крокодилами от мексиканцев или там от канадцев, они же же могут шарахнуть в голову, что угодно. Утром одно, завтра другое, в обед Трампа, на следующий день Харрис, то есть это уже их проблема, на них сильно перезаключаться нельзя, еще раз повторюсь, помогут, большое спасибо, вопросов нет, но реальные вещи должны происходить в Европе и естественно европейские страны должны помочь и если так произойдет, что допустим не важно, Трамп, Харрис, кто угодно, американское сейчас следующее правительство или следующий по крайней мере президент с командой даст возможность работать и принимать решения с самим европейцем, так поверьте, тут же у нас будет достаточное количество Storm Shadow скалпов, которые пойдут по российской территории не только 250-километровых, а еще 560-километровых подключатся немцы со своими Таврусами, когда не надо будет оглядываться на Белый дом. Вот здесь иногда нужно разрывать эту куповину и разрыв такой даст возможность новому организму расти и развиваться уже без определенных связей и окриков так сказать от материнского. Потому не знаю, чего больше было помощи от Байдена или наоборот проблем от Байдена. Вот я вижу, что было больше проблем от обамовско-байденовской этой клики. Вопрос по Трампу или по Харрис, который может от них тоже отвернуться от этих байденовских правителей и даст возможность в конце концов принимать решения Европе нам в том числе самостоятельно. Исходя из тех сил СССР, которые у нас будут на данный момент. Пане Романе, до тих хороших новин, бо Збройные Сили Украины днями могли впервые вразить солдат в КНДР на Курщине, про это поведомляет Захидная пресса с посиланием на співробитника Держприкордонслужбы. Він розповів, что украинцы могли вразить артиллерию где пребывали певнично-корейские військовые. Тут треба додати, что официальных подтверждений немає. Я думаю, что, если это правда, президент или наш спецслужб, а Генштаб официально вийде, про это скажет. Но, пане Романе, очевидно, хорошая новина. Тут хотелось бы почути вашу аналітику, что сейчас происходит на Курщине. Войскови КНДР уже перебывают на поле боя, и как это может изменить ситуацию и на Курщине, и в более глобальном плане театра боевых действий. Если не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, однозначно северокорейцы попадут под каток войны, причем они будут гибнуть сначала пачками. Это есть определенные формулы, формульные подходы к потерям, особенно в первые там дни, вернее, часы, дни, недели вновь прибирших, особенно тех, которые никогда не участвовали в боевых действиях. Северная Корея где воевала? Да, десятки лет у них есть армия, это миллионы, и что? Они ж нигде не воевали, они не обстрелянные, абсолютно не обстрелянные, а не обстрелянные, когда попадают на линию боевого соприкосновения без того, что их за руку практически проводят бывалые и обстрелянные военнослужащие, они ж гибнут до 90%, потому не исключаю возможности, что снаряды, зашедшие на определенную территорию, отминусовали в том числе и северокорейцы. По большому счету, наверное, нет смысла к этому вообще привязываться, то есть сейчас или потом, однозначно это будет и однозначно обратно, если это будет стоять такая задача, северокорейцы поедут не своим ходом, а в полиэтиленовых мешках, важно, чтобы они с собой их взяли. То есть вопрос времени, а то, что они уже есть на театре военных действий в России, ну это уже практически подтвержденная информация. И именно тут еще понятно, что в России проводятся боевые операции на российской территории, на Курщине, причем в этих операциях используются войска Северной Кореи для защиты Российской империи. Вот можете себе представить, это же как надо было до какой уже опуститься, до какого низа было опуститься, до какого дна, чтобы не стало своих войск удержать свою территорию российскую, надо было приглашать чужих северокорейских этих чахлаков, невмырущих, для того, чтобы их размотало по Курской земле. Но это вопрос к россиянам и к Путину как-то к ОПШ. Он, скорее всего, потому он и рассказывал, что у него вот этими действиями по пускам сарматов или там учениями ядерными рассказывал своим россиянам о том, что оказывается у них еще есть ядерное оружие, не обращайте внимания на то, что нам приходится использовать северокорейских необстрелянные войска для защиты своей территории. То есть, еще раз повторюсь, Великая Россия дошла до такой, это, естественно, в кавычках, дошла до такого состояния, что сама не может обеспечить безопасность своих земель. Приходится этих заспанных людей с Северной Кореи звать. То есть, вот здесь, наверное, такой серьезный удар по Путину, по этой клике, уже московской клике, которая дорапортовалась, довоевалась это как минимум. Ну а дальше будем смотреть за развитием событий, за количеством северокорейцев. Помогут однозначно северокорейцами воевать наши партнеры. И партнеры, скорее всего, сейчас надо брать и на руках носить практически южнокорейцев, причем предлагая экономические некоторые моменты, японцев, надо не забывать, за тайванцев. То есть, по большому счету, такое коалицию, раз уже россияне начали собирать коалицию на поле боя, значит, и нам надо уже тоже это делать, причем, опять же, без оглядки на Белый дом. Они уже уходят. Белый дом, ну, вернее, Байден сейчас уходит со всей своей этой братьей Бёрнсов и Салливанов, родителей за путинское счастье. Они будут уходить. А новые политики пока зайдут, они пока войдут в определенный курс дел. Раньше февраля-марта действий от нового президента, ну, не стоит ждать. А нам надо эти несколько месяцев стабилизировать ситуацию. Я думаю, мы ее стабилизируем, в том числе, кстати, и на Кучине. Тем более, надо расширять Северный фронт. Вот уже есть информация о том, что наши группы начинают заходить и на Брянскую область. До этого были информации о том, что мы уже работаем и по Белгородской области, потому уже видно, по крайней мере, плюсом еще 500-600 километров Северного фронта крайне пуганных идиотов. В сторону Рубльовки надо туда смотреть. В основном там центры принятия решений. Пане Романе, звичайно, будемо чекати официального подтверждения на эту информацию. Также, при том, как перейти до следующей темы, нагадуем нашим аудиторием, что можно стать участником этого стрима. Очень просто написать комментарий под этим видео, звали вы нас дивитесь, ваши места, напишите прямо сейчас. И дивляйте нас майже 2000 людей в Ланне, то прямо сейчас можно поставить лайк этому видео, потому что это видео поделится какомога больше людей. И, пане Романе, до критичных сигналов, тревожных сигналов, про то, что Вильд пише, что майже 500 квадратных км территория Украины окуповала РФ с початку жовтня. Это найбільший переріз территория с березня 2023 года. Про это пише Вильд. Тут, пане Романе, все-таки питание до вас, чи дейсно это правда, что это найбільший переріз с початку березня 2022 года, та, чи дейсно зараз російська армія настолько швидко просувается на фронте, что действительно ситуация настолько критична. Дело в том, что ничего нового, так сказать, мы с вами тоже проговаривали не один раз. Политики, те, которые сдавали Украину, Крым, Донбасс в 2022 году в Стамбуле, сейчас сдают Донбасс уже весь. Путин тогда запросил весь Донбасс до границ. То есть ЛДНР, так называемый, не просто так тогда этот вопрос поднял. Ему границы 2022 года не подходили, он запросил весь Донбасс. И вот сейчас политики однозначно технически сдают Донбасс, не направляя достаточное количество вооружений на восток нашей страны, не ставя в строй профессиональных мотивированных бойцов, у которых есть 1150 внутренних войск, мы с вами про это проговаривали, пытаясь с помощью бусифицированных дать возможность россиянам прорывать фланги и проходить в тыл нашим профессионалам, которые держат уже не третий с половиной год, как некоторые говорят, а 11-й год, вернее, не третий год, а 11-й год с 14-го года. То есть вот такими механизмами политики Донбасс пытаются создать. У них не получается, ну вот не получается, потому что воюют Донецкие за свой Донецк, воюют украинцы за свою Украину, за нашу Украину, потому, наверное, и не получится. Ну, очень тяжело воевать против внешнего врага и против внутреннего канцелярских жуликов, которые пытаются протолкнуть эту тему стамбульских договоров 22-го года. Выдержим однозначно, но сейчас действительно тяжело. Россияне после оперативного прорыва, который им удался, причины я уже рассказал, в сторону Покровска, они уперлись в Покровске в наши редуты, там действительно подставили плечо нацгвардии, нацполиции некоторые части, и сейчас для того, чтобы усилить это давление, они расширяют фланги, то есть пытаются левый от них, левый фланг, южный фланг, расширить, укрепиться и выдавить наши войска из Куракова. Механизм, который придуман в принципе с точки зрения военной, правильный, то есть попытаться выйти на основную трассу, которую пытает Куракова, с Запорожья, это Запорожья, Донецк, которая идет через Куракова, так вот, они пытаются на нее выйти, перерезать с севера со стороны Севидова и с юга со стороны Шахстерского, то есть это двойное такое движение, оно понятно, оно в принципе логично, и ожидаемо с одной стороны, просто механизму пока на данный момент, пока политического решения не будет подставить строй, внутренние войска, передать их вооруженные силы Украины, очень сложно будет это удержать, потому вот то, что происходит сейчас, это попытка россиян за последние деньки или недели сухой погоды использовать как раз для того, чтобы выдавить наши войска из Куракова, если они этого не сделают, то тогда давить будем мы в зимний период, они в худшем положении будут находиться, они этого боятся, потому что у нас появится возможность срезать это вклинение в сторону Покровска. Вот в ближайшие буквально недели будет решаться этот вопрос по Кураховскому направлению и хотелось бы, ну, надеемся на то, что политики в конце концов примут решение поставить строй 50 тысяч ЦКшников, отправить на это направление, 50 тысяч нацгвардии, перевести вооруженные силы Украины и часть национальной полиции, не просто так бросать на убой, а именно заводить вооруженные силы в бригады, доукомплектовывать боевые бригады личным составом, штурмовыми частями. Это оптимальный вариант для того, чтобы уменьшить наши потери и удержать Восточный фронт. Пане Романе, дякую вам за цю зместовану розмову, дякую за ваші прогнози, вашу аналітику, Роман Цвітан, летчик-інструктор, полковник з вас Украинской армии, традиционно відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами был Дослав Соловьев, ставьте цьому відео лайк, напишите коментар, звідки ви нас дивитесь, ваші міста, ваші країни, також підпишитесь на цей YouTube-канал та побачимось в эфирі на 2,4.